Поскольку я занимаюсь литературой и переводческой деятельностью, я встречаюсь, встречался и встречаюсь, ну, например, я в очень хороших отношениях с Ван Мэном, мы переписываемся с ним, и он меня пригласил даже в Китай, поскольку я перевел его роман, крупный, большой роман. Я встречался почти со всеми крупными, известными китайскими писателями, Юйхуа, Ван Ани, Лю Синь Уу и тому подобное. На вопрос, что вдохновляло и кто вдохновлял, в какой-то степени, наверное, вот эти встречи, они тоже вдохновляли меня на продолжение моей жизни. А вообще-то меня вдохновляла сама жизнь, прежде всего. Это самое главное. Я надеюсь, что я не потерял до сих пор вот этого интереса к жизни. Он не затих, он иногда ослабевает этот интерес с разными событиями, вот, но он не исчез окончательно. Это очень хорошо. Мне по-прежнему интересно преподавать. Мне по-прежнему интересно, что я передаю какие-то знания своим студентам. Наверное, это самое ценное. Еще когда учился в авиационном техникуме, меня как-то стал привлекать Восток. Это не случайно. Дело в том, что у меня был один знакомый, мой приятель, друг мой, он сейчас умер, его нет сейчас в живых. Но у него семья была каким-то образом связана с Персией. Я был в этом доме, и вот они меня соблазняли сначала на то, чтобы я перешел на персидское отделение. Поэтому я читал уже тогда, в 50-е годы, и Хафиза, и Амар Хаяма, например, в переводах Румера. Например, до сих пор я помню многие стихотворения Амар Хаяма. «Живые пешки мы, а опытный игрок, кто нами двигает, не кто иной, как рок». Вот это с тех пор меня Восток как-то привлекал. А потом Япония. Япония меня тоже стали соблазнять, потому что я познакомился через моих родственников с известным профессором Зоей Михайловной Цветковой, которая преподавала в военном институте и автор учебника. А у нее был муж Сергея Николаевича, по-моему, Цветков. Последние годы жизни он увлекался Японией. Вот он меня заразил Хайку, Хокку и так далее и тому подобное. А вот отсюда перешло уже на Китай. Что меня привлекло в Китае – это необычность, какая-то китайская культура, которая привлекает своими сторонами, очень отличающимися от нашей культуры, наверное. И вот это желание познать вот эти новые стороны жизни, наверное, вот это главная, наверное, причина того, что есть. Вот так я стал читать просто переводы Алексеева, Пусунлина и поэзию, которые стали переводить. Опять-таки Алексеев, его ученики, например, Чудский, Васильев, еще тот Васильев, его ученик, ну и так далее. Вот. И литература эта тоже не походила на нашу литературу. И вот это новое, что я черпал в этом, наверное, вот это привлекало мое внимание. Литература до сих пор мне очень интересная. Но поскольку я занимаюсь прозой, а не поэзией, поэзией я только читаю и стараюсь переводить для себя. Там в основном не рифмованная поэзия, а, так сказать, верлибром. Вот. А больше меня интересует проза. Проза, например, средневековая проза, очень живая, очень образная, очень насыщенная какими-то фактами жизни, простой и непростой интеллектуальной жизни, своей философии и так далее. Наша средневековая проза, русская, например, она очень религиозная проза. Старая русская проза, я имею в виду. Она интересна по-своему, конечно. А китайская, например, средневековая проза XVI-XVII века, она интересна, меня интересует. Во-первых, своей философской религиозной стороной, то есть своей интеллектуальной содержательностью, ну, я имею в виду буддизм, конфуцианство и даосизм, а с другой стороны, такой чисто бытовой стороной, которая, вот, мне кажется, отсутствовала в старой русской литературе. И вот эта бытовая сторона жизни, вообще, меня очень интересует быт как таковой. Быт в литературе и быт в живописи. Поэтому я с большим интересом, когда я увидел первые лупки, которые привез Василий Михайлович Алексеев из Китая, новогодняя картина, так называемая, я был просто очарован этими лупками. Сейчас в Китае, оказывается, вот Борис Львович Лифтин покойный, вот недавно умер, к сожалению, буквально месяц тому назад, вот, оказывается, вышло уже 18 толстых альбомов, вот таких народного лупка. А чем интересен этот лупок? Он интересен именно бытовой стороной. Вот в этом лупке, так же, как китайская проза средневековая, растворена жизнь, жизнь религиозная, философская и очень простая жизнь. Понимаете? Вот когда ты видишь, например, какого-нибудь святого, того же вон Майтрею, который стоит здесь, вот, сразу почему-то я вот вижу в нем Мояне. Мояне очень напоминает Майтрею. Его и в Китае тоже иногда называют толстым Буддой. Вот. Так что вот таким вот образом. Вот этим интересны. А современная литература? Современная литература, если исключить так называемую литературу большого скачка, это кругом, это политизированная литература и культурная революция тоже самое, это, в общем-то, не литература, а это агитационная словесность, так ее можно назвать, то современная литература по-своему интересна. В современной литературе происходят поиски, поиски каких-то новых художественных идей, философских, религиозных, эстетических идей. И это находит отражение в творчестве вот таких талантливых писателей, как Имо Янь, как Гао Синьцзянь, как Юйхуа, там Лю Синьоу и так далее. Ван Мэн, конечно. Вот интересная. Вот современные писатели, вот сейчас я назвал Лю Синьоу и Ван Мэн, например. Это писатели, которые писали и в стиле, так будем говорить, реализма, и даже социалистического реализма в свое время, в 60-е, 70-е годы. А сейчас вот очень характерно. Вот Ван Мэн и Лю Синьоу, они сейчас написали очень интересные книги о романе «Хун Лоу Мэн». О том, как нужно понимать этот роман, вот уже рассматривая такое вот произведение с современной точки зрения, что ли. И это очень интересно, потому что пишут не исследователи, а пишут творческие работники. Понимаете? И здесь уже подход к художественной литературе совершенно иной. И вот это тоже очень интересно. Это современные писатели, вот с которыми я был знаком. Лю Синьоу, например, приезжал сюда, и мы с ним сидели где-то такое в украинском ресторане. А они почему-то непонятны совершенно в харчевне. А с Ван Мэном мы постоянно встречались в Китае, он и здесь тоже самое был. Это интересные люди, современные писатели. Так я хочу просто закончить вот эту мысль. Это то, что вот даже в каком-то современном творчестве можно найти элементы, которые касаются жизни в разных областях, так сказать, в разных апостасях, что ли, вот так будем говорить. Нравы, обычаи, традиции, привычка и так далее. Вот этим интересны и литература, и старая литература, и некоторые произведения новой литературы. Китай, так же как и мы, находится на распутье, они ищут какие-то новые идеи. Поэтому популярны идеи, которые приходят с Запада, например. Это идеи современной западной философии. Это и растворённые, например, в эстетике сюрреализма, модернизма, постмодернизма и так далее. Например, если говорить о Китае, то сейчас там увлекаются философией, если можно так сказать, латиноамериканской, которая находит своё выражение у Маркеса или у латиноамериканских других писателей. У них очень популярен Цартер, например, французская философия. Это и у нас тоже популярно. Что касается... Да, в общем, то же самое происходит и в Америке, они тоже ищут. И в Западной тоже, и в Европе. Вот философские и эстетические школы Франции, например, то же самое. Так что, что меня привлекает... Ну, я, во-первых, не занимаюсь философией, я всё-таки занимаюсь литературой. Но при этом я исхожу из того, что к литературе нельзя подходить к какой-то чистой и однообразной сфере знаний, что ли. Для того, чтобы понимать литературу современную и старую литературу, надо очень хорошо разбираться в культуре, философии, религии и так далее. Поэтому вот я считаю, что литературовед и тот, который занимается литературой, должен обязательно иметь такое вот синтетическое мышление, если так можно сказать. Он должен быть и литературоведом, и лингвистом, и в какой-то степени культурологом. Какие идеи? Конфуцианство осталось, безусловно. Конфуцианство осталось, несмотря на то, что во время культурной революции, а я был во время культурной революции в Китае целый год, несмотря на то, что критиковали идеи Конфуции и считали, что это чисто такое феодальное течение, от которого нужно открещиваться, оно живет. Оно живет просто потому, что там много мудрых мыслей. Например, взаимообщение и взаимосвязь между человеком и обществом – это, в общем-то, идея Конфуцианства. Это существует. Недаром существует, например, бостонское конфуцианство. Например, есть понятие в Америке – это несколько философов, это и китайцы, и американцы, которые развивают именно конфуцианские идеи с точки зрения современной философии. Так что вот и конфуцианство. Даосизм питал эстетику. И даосские идеи, они тоже сохранились в литературе, наверное, в живописи, наверное, еще в большей степени. Вот если вы Гао Синьцзяне посмотрите, а ведь он художник, Гао Синьцзяне, он художник, который выступает с выставками по всей Европе. Он, более того, он считает себя больше художником, чем литератором даже Гао Синьцзяне. А посмотрите на его живопись. Живопись, которая основана на двух тонах – на черном, белом и сером, на трех тонах, что ли. Серый, как бы переходной между черным и белым. Это такова жизнь. Недаром есть романы. Вот сейчас что-то такое. «Пятьдесят оттенков серого», что-то вроде серого цвета и так далее. Я не помню, кого-то из американских или английских писателей, по-моему, если я не ошибаюсь. Я не читал пока этого. То есть, короче говоря, это идея, это своеобразная картина современной жизни в цвете черно-белый и серый цвет. Вот у него такие картины, размытые специально, особо размытые, так же, как неопределенная жизнь тоже. Это дарасизм. Это дарасизм. А буддизм? Пожалуйста. Вот вам роман Мояне. Роман, который называется «Устал от жизни и смерти». Вот есть такой роман у Мояне. Так вот, в этом романе как раз реализуется вот эта идея кармы. Идея кармы, как человек, который погиб во время чисток политических в Китае в 50-е годы, он попадает в другой мир, ну, как буддийский мир, а потом его выгоняют из этого другого мира снова в этот мир, но уже в другой ипостаси. Он рождается как животное, там, как осел, потом еще кто-то такой, волк. В общем, шесть вот этих самых кругов кармы – это буддизм. И это не просто так. Это потому что буддизм – это одна из трех великих учений и трех великих религий Китая. Недаром говорится о том, что «Сан дзяо и танг» – три учения, один зал или один храм. То есть в одном храме три учения. Вот это как раз и есть. Это реализуется в современной тоже жизни. Идея детского сердца. Это вообще не его идея. Тунгсинь по-китайски называется. Тунг – это юноша, дитя, а синь – сердце. Так вот, детское сердце или детская душа – это признак естественности, простоты, честности, открытости человека. И такое непосредственное отношение к жизни. И вот эта идея, которая, еще раз говорю, это не его идея. Эта идея идет из Средневековья. Такой был философ Лиджи. Я вам, по-моему, рассказывал, наверное. Вот оттуда это идет все. И вот он говорит о том, что детское сердце, им должен обладать каждый нормальный и талантливый писатель. Но оно очень хрупкое, это сердце. Оно ломается постоянно в жизни. И вот так, как пытались сломать, он говорит во время культурной революции, мою душу. Вот мне хочется написать это как-то. Но мне сейчас трудно как-то собраться очень. Из писателей, а может быть, композиторов даже. Ему задали этот же вопрос, что вас привлекает в процессе творчества. Вот сам процесс этот. Понимаете, когда ты берешь ручку, так же, как композитор садится за рояль, вот тут и начинается вот этот процесс, который его уже увлекает. А мне еще интересен, мне не интересен еще сам язык. Вот когда я вижу китайский язык, и что скрывается за китайским иероглифом, эти образы бесконечные, рождаются сразу ассоциации. Вот я вчера, например, студентам задавал такой вопрос. В Америке есть китаянка, которая написала роман «Мадам Чанкайши». Я вам не говорил об этом, нет? Это «Мадам Чанкайши». Он написан, насколько я понимаю, на английском языке, но он переведет на русский язык. Эта китаянка, ее имя – Лаура Тайсон Ли. Вот как хотите, так и расшифровываете. И вот я студентам... А у меня сразу возникли ассоциации. Вот как бы студенты расшифровали Лауру, с чем бы ее связали? Тайсон и Ли. Никто не сказал. Одна студентка, правда, сказала, что Тайсон – это, наверное, боксер. Правильно? У меня тоже самое родилась мысль, ассоциация с Тайсоном – боксером. А Лаура? Лаура никто не вспомнил. Все говорили о том, что это, наверное, девушка, итальянка, наверное, скорее всего, и так далее. А Лаура... Вот у меня первое, что это, во-первых, героиня пушкинского «Дон Жуанна», а во-вторых, от Лауры последний роман Владимира Владимировича Набокова. Лаура. Малоизвестный роман, недописанный роман. Он у нас есть. Не читали, Галя? Нет, нет, не читали. Нет. Дело в том, что Набоков запретил его печатать, но его сын, Дмитрий Владимирович Набоков, он ослушался этого и все-таки напечатал. Напечатал год-два-три тому назад с английским текстом. Он у нас есть, он вышел, этот самый роман. Он сырой, он недописанный роман. Там сюжет не очень понятный. Но это его идея Набокова. Это взаимоотношения полов, это психология человека и так далее. И Лаура – это главное действующее лицо, так же, как Лолита, что ли. Где-то перекрещиваются эти два произведения. Так что вот у меня вот эта мысль родилась. И вот отсюда, когда я подхожу к китайскому иероглифу, у меня рождаются какие-то сразу ассоциации. Ведь китайский иероглиф – это… Вот я отвечаю на первые ваши вопросы, что меня привлекало в китайском языке. Китайский знак – это не то же самое, что западная буква. Это целый мир. Если вы возьмете любое, например, понятие, например, китайское понятие – чайник, стол, стена и так далее, и откроете китайский словарь толковый, вы увидите целый мир. Мир самых различных понятий. Понимаете? Иногда просто удивительная вещь. Стол – это джоце. И у нас в учебнике пишется, что стол – это джо. А ведь у этого джо есть ещё много значений. И это очень важно и для студента знать. Это значит «высокий». Это значит «флагшток», на который вешается флаг. И так далее. Понимаете? И здесь вот, когда ты подходишь к китайскому иероглифу, сразу рождается вот такая вот целая палитра, что ли, мыслей, которую ты хочешь осуществить просто. Это интересно для перевода. Меня увлекает процесс перевода. Но поскольку китайский язык – это и есть китайский язык всё-таки, а не английский язык, то он требует очень большого времени. Вот чтобы выбрать из этой вереницы понятий, выбрать нужное понятие. Потому что сразу же рождается такая вот задачка. А какое найти русское, например, слово подходящее? Поэтому во время перевода, например, приходится пользоваться словарём «палладий», например. Потому что иногда забываешь какое-нибудь старое русское слово. А «палладий» был, как известно, был специалистом. Он был сам архиеписком, архимандритом. То есть священный сам. Он прекрасно знал вот эту вот лексику, вот эту сферу жизни. И он занимался буддизмом и эдаосизмом. И поэтому он знал, а как это выразить на русском языке, понимаете? Вот это всё очень интересно. Сам процесс перевода, я считаю, это перевод искусства. Правильно сказал Любимов, один из наших выдающихся переводчиков, что художественный перевод – это искусство. Это действительно. Потому что здесь задействованы какие-то другие отделы мозга. Не знаю уж какие, там правые, левые, но, безусловно, какие-то другие. Вот, поэтому я стараюсь и студентов тоже как-то призывать их, тем, чтобы они и для себя тоже занимались переводом, и какие-то я даю задания. Вот, в частности, вот эта книга «Сумской поэзии», я это использую обязательно. Пусть поломают голову. А как переводить, например, с «Сумской стихи»? Вот, это и мне интересно очень. Очень интересно. Вот, кстати, к вопросу о стихах, например. Китайская поэзия, ведь в отличие от западноевропейской поэзии, это связано с лингвистикой, с языком, опять-таки, вот с иероглифом, понимаете, она особая поэзия. Там, когда ты видишь китайское четверостище, то ты сразу сталкиваешься, например, с порядком слов. Сразу возникает вопрос, а как это переводить? Взаимоотношения между различными частями строки, иероглифами. Как соединить вот эти понятия? Иногда кажется, это несоединимые совершенно, понимаете? И вот тут возникает куча всяких загадок. Иногда ты переводишь, а потом оказывается, что вот эта взаимосвязь, которую ты первый раз нашел, она неправильная, эта взаимосвязь совершенно. Потому что нужно к какому-то иероглифу привязывать совершенно другую мысль. Вот. Так что вот этот творческий процесс, он очень интересный, этот процесс. Поэтому я очень почитаю наших переводчиков. Я себя не отношу к профессионалам-переводчикам, но мне интересен этот процесс перевода, я с удовольствием переводил. Вот, но есть блистящие переводчики, Лозинский, например, Данте. Это классический перевод до сих пор, хотя переводили и другие люди. Божественные комедии. Были переводы, но где они остались, эти переводы? Или переводы дореволюционные, я говорю переводы дореволюционные. Элиса, например, Бадлера. До сих пор дают эти переводы, хотя есть другие переводы. Так? Вот. Так что перевод – это искусство. Совершенно верно. А перевод с китайского – это дважды, наверное, искусство, потому что здесь требуется очень хорошее знание языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова